Здравствуйте, господа, значит, по вопросам бетонирования, значит, первый вопрос к вам о себе когда, или не даже так, по-другому, не надо виноваться. Александр Анатольевич, скажите мне у нас интенсивность разборки, а по вопросам, в виде в каком состоянии? Значит, металлические элементы, не демонтированные денег, значит, подрядчики сегодня увидели деньги, которые были предчислены вчера, и с сегодняшнего дня. График разборки есть элемент поэтапа? Почему? Есть, в каком-то порядке. А когда будет график, когда я смогу каждый день, каждый час контролировать факт разборки? Кто-то не оказался опять, там, через 10 дней, с массой вопросов, там, Иван Николаевич, поймите, войдите, извините, посмотрите, узнайте. Слушайте, вы знаете, у меня такое ощущение, что мне что, одолжение что-то идет? Может, не вас нахрен послать прямо сейчас обоих? Песня какой график? А как вы обычный? График? Обычный график? Дадим график. Да? Слечения после сообщения. А если я вам предложу рассчитываться за выполнение работы, вот так же, как вы мне графики даете, с документацией ПТВ? Сегодня. Побегайте за мной месяц, полтора-два, а я вам буду рассказывать страшные истории. Раз, спасибо. Да? Так что, договариваемся поздняем? Я тоже посмотрю, если у меня будет хорошее настроение, буду такой равновешенный и спокойный. Да, не да. Значит, если этого графика сегодня не будет, я за собой оставлю остальное решение. Понятно? Хорошо, спасибо большое. Я офигенно доволю, просто, вот, чрезвычайно. Ну, сказал сегодня, как раз, один листок, который мы встали. Когда начнется демонтаж металлоконструкции? Металлоконструкции, перевозчику нужно там резко свои помещения убрать, и гидравлические двигатели нужно. А кто в этом знает? Мы каждый раз говорим, что надо, а они, чтобы перевозчик убрали. А как помещение поиска? Он ехал в дародистанции. На монтажном призонте стоит помещение с нейтрологической станции, подключенной, с маслом. Михайлович, разговаривай, хорошо. Берем следующий. Берем своих механиков, сливаем масло, подключаем, а осталось. И все это дело фиксировано на видеосъемку. Приятно. Когда начнется демонтаж металлоконструкции. Только я не очень понимаю, сгидывается, почему завтра. Мы сегодня снимаем всю платформу. Да мне кончать, ведь время заниматься. Во сколько смен работаете? Сегодня 17, завтра 3 целого лета. Во сколько смен, какая ваша работа? У нас будет, наверное, одна семена. Да? До 10 часов будет работать. Да? Записано в протокол. Если вы завтра двухсменную работу не ведете, полноценная, я буду срагать договору. На это другие. Нет, завтра уже 30, с утра 30 человек будет работать. Для меня не ваше мнение, но на это 10 часов. Бывает, на что вы видите. Если у меня завтра 6 дня не будет двухсменная работа по разборке опалубки, я с вами развергаю. Будьте. Второй вопрос. По Гурске по вам. Меня интересуют вопросы по причинностным характеристикам бетона, а не выполненных на трусах. Когда произойдет это все? В смысле? В смысле? А по письму, которое у вас есть? Ну, вот эти прочностные вы срабатывали с тортом Томасфетти. Когда это произойдет? Томасфетти каждый день здесь. И завтра мы будем встречаться. Сегодня, если с бороздкой мужчина обезет. Вот я письмо у вас возьму. А вы с ним обсуждали это хотя бы так? Усно на словах? Конечно. Какие сроки я вам назвал? Ну, там все, связано все с переговорами. Он не называется. Неделя у него срок, на согласовании, через Америку. Но он конкретно не дает мне никаких заявлений. Без души. Если у вас есть такой проект, который вы готовы сейчас передать на фокусование, есть. А может в течение этой недели? Ну, я буду неделю. В течение этой недели, это три дня. Если у вас со слуха нормальность, записывайте по такому. Сегодня Гурскому передать до пятницы, соответственно. Письмо на видео. Я просто делаю вывод, что вы с ним не разговаривали в очередной раз. Дмитрий, подтвердите, что я разговариваю. Просто разговор шел о том, что документация Римакса будет доставлена на... Не, не Римакса, про частные характеристики вот этих. Когда совещание хотели собирать вместе с наукой, ты говоришь, сначала мне дай письмо, мы дадим выводы по этому письму, а потом мы совет берем с Каприелом совещание, чтобы нам меньше... Ты даже в ней не можешь. Дима, вспоминай. Гурский, вот туда он, за дверь. И сочинение мне еще раз сегодня. Вот туда. Иван Николаевич. Вот туда я сказал. Дима, а что ты молчишь? Это вы с ним там дома разберетесь. Так, а где у нас господа, которые называются «Строймастеры»? Слушайте, у меня к вам вопрос. Просто у меня тут много с этих информационных сообщений по поводу потенциальности, возможности проведения работы, профессиональные навыки и профессиональные уровни. Ваше мнение по поводу опалубки, которая должна быть у вас на начале бетонера? Я не знаю, вы посмотрели опалубку? Мы еще погодились. А когда вы ее посмотрели? Мы сегодня обсуждали с Дмитрием вопросы организационного характера. Много поговорили. А может, вы тогда озвучите этих вопросов? Просто меня интересует начало работы и сроки заключения договора. А для того, чтобы у нас это все произошло нормально, я хочу понять профессиональные уровни все-таки. Да, хорошо. Здравствуйте, Сергей. Значит, первое, касаемо заключения договора. За сегодняшний день наши юристы с вашими порешают все вопросы в части. А сам договор? Сам договор. Значит, ваш юрист отправили нашим юристам в договор. И до течения часа, грубо говоря, до часу дня, сегодняшнего дня, мы отправим свои, так сказать, корректировки вашему юристу. В течение сегодняшнего дня, я думаю, этот вопрос будет закрыт. Сергей, ну юристы, видите, они же рассматриваются условия, которые там вносят финансовый характер, петражные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации этого договора. Насколько я понимаю, меня интересуют подоговоры производственные вопросы. Начало, окончание, этапность. Восемь месяцев. Кто кому что предоставляет, в каком виде. Да, да, да. Все это пропишет. А причем, если есть, мне кажется, это строители делают, или есть? Значит, смотрите как. Касаемо, для того, чтобы мы зашли, у нас люди готовы зайти в понедельник. 20 часов 5 человек готовы выйти. И, собственно говоря, мы все сделаем для того, чтобы они вышли в понедельник. Для того, чтобы они вышли и начали работать, а не сидели. Мы организуем за ближайшие 2 дня, завтра у нас будет выдача проектной документации, мы получим от вас проектную документацию, по которой, соответственно, мы закажем арматуру. Это время. И постараемся на понедельник организовать как площадку, как арматурную цель, так и, соответственно, доставку арматуржей. И арматурный цель где вы будете организовать? Арматурный цель внизу. Сегодня мы проговаривали с Дмитрием о том, что нам площадку будет. А мощность какая нужна? У нас будет 2 гибочных станка. Ну, это посчитаем, скажем. Все там про работа. Посчитаем, посчитаем, скажем. В рабочем порядке решим. Понятно. Что касательно муфт? Касательно муфт, вопрос пока мне непонятен для себя, я не понял. Потому что изначально нам сказали, что муфты мы покупаем в количестве 300 штук. Сейчас есть информация о том, что 350 и вы нам предоставляете. Это я выяснил в рабочем порядке сегодня. С вашими ответственными представителями. И на второе число мы запланировали прием по актопередаче площадки. На сегодняшний день ваш конус стоит в опалубке. Как минимум вы должны ремонтировать эту опалубку. И мы должны со своими геодезистами принять и отстрелить ее. И совместно с вашими геодезистами. Если там все будет ровно без косяков, для того, чтобы мы не продолжали какие-то брак. Если он таковой и месяц. Если все будет ровно, мы подписываем на актопередачу площадки. И соответственно можем уже дальше продолжать какие-то работы. И соответственно на завтрашний день мы запланировали для себя получение от вас генплана. Для того, чтобы мы и ПОСа. Для того, чтобы мы смогли разработать свой ПОС и свой ППР. И согласовать его с вами. Вот это те мероприятия минимальные, которые мы запланировали на ближайшие 2 дня. Для выхода на понедельник, вторник людей. Вы только серьезно поосторожен, Сергей, что строгий план вообще-то документ, который проходит экспектированно. Как на стадии П, так на стадии рабочих. Если вы хотите свой строгий план разработать. Не свой строгий план. Другой разговор. Как вы говорите, так я и воспринимаю. Так, а график когда вы дали здесь производству? Для того, чтобы мы дали вам график производства работ, первое, он будет, есть два графика, я для себя понимаю два графика производства работ. Первый график производства работ укрупненный, который является приложением... Это договорной, а второй меня интересует, тот, который может производство нехорошо. А второй, абсолютно верно, производство работ, мы возьмем проектную документацию, разделим для себя на закладки, по осям и после этого, естественно... А когда будет так, в ограничении с вашей стороны, или вы тоже это все вкладываете в понятие опроса? Я думаю, все, мы должны, чтобы я вам отвечал на эти вопросы, мы должны сначала получить проект, разобраться, что к чему, я не готов сейчас на вопросы по срокам. Что касается организации, проектов, ну, знаете, там, высота стены или плотность армирования, то, что вы получите в проекте, наверное, не совсем прямое отношение к организациям, к чему, я не знаю. Я пойму разделение на закладку, мы сможем все это корректировать, я вам дам интересующие вопросы по списку на видео. Хорошо. Так, все-таки насчет опалубки. Опалубку, вы нам предоставляете опалубку, мы ее должны посмотреть, посчитать, померить. Как вы планируете для себя консольные крепежи, если это опалубка? Еще раз вопрос. Консольные крепежи, попробуй, как вы себя предлагаете. Не готов ответить. А не могли бы вы завтра, чтобы не подготовиться, потому что это может быть принципиальный характер, вы сейчас говорите постом, а я говорю про АНЖ, а без этого у нас ничего не произойдет вообще. Хорошо, я понял. Просто будете друг другу писать все взаимные претензии, и в это дело еще будет списываться генподрядчик культурного области. Хорошо. Где ты, как сказать, проявление лимитов снисхождения, люди уважаемые, чтобы не получилось так, что они там еще там изобретают, то... Ну, вот, да. Вопросы там есть какие-то, которые там плохо решаются? Про второе число я все понял. Значит, соответственно, тогда анализ-стройпроекта. Если у меня сегодня не будет графика, еще раз говорю, завтра будет расторжение, я просто им же отдам для монтаж оповодки, а вас пошли просто в баню, даже не в сад, просто в баню, несмотря на все мое уважение к вашей славы и турецкой компании. Сегодня будет график. Совершенно. Потому что я вот из-за таких вот, как вы, хороших людей, не собираюсь нести с фронтами и санкции переправляющих, другие. Ну, дай бог. Есть вопросы какие-то? У меня вопрос. По цене вы будете приходить к нам к речи? А цена согласована? Да, здесь отдельно тоже, что я считаю, надо обсудить в рабочем порядке. Мы с вами согласовали цену договора, но у меня нет понимания на сегодняшний день, как это будет выглядеть в договоре. Это будет твердая цена, или нам нужно сделать смех? Это будет твердая цена, с расшифровкой по составляющей. Одного куба, это он абсолютно правильный. Количество кого убит у нас, считайте, проект. Мы сегодня второй день занимаемся после года. Я просто, знаете, поскольку у нас, в некотором смысле слова, сроки очень жатые, подговоренности опять же с вами, я не хочу, чтобы у нас какой-то вопрос, пусть даже подвопрос взял и провалился. Просто, знаете, он приведет к тому, что у нас там какой-то срок будет двигаться. Этого не хочу. Потому что я тоже, в некотором смысле слова, там, заучился и поручился. У нас будут есть какие-то заметки, я буду вам об этом сообщать. Хорошо. Ты когда придешь, Иван, прочитай свою электронную почту, если так, хоть раз делаешь, я тебя накажу. Это я на предмет инженерии. Понял, да? Ты в следующий раз будешь решение принимать? Да, решение следует. Все, нет вопросов больше? Иван Николаевич, у меня есть, можно? Можно. Только сначала у меня будут к вам вопросы. А вы свои вопросы и не высказывали? Да. Кому? Вот, товарищ, мы дали акты допустим. У нас есть человек, который занимается... Он сегодня приходил. Я ему сказала, чтобы завтра акт допуст был подписан вами и передан мне. Если завтра не будет, ни одного человека не пущу нас. Я, конечно, не знаю. А почему завтра? А потому что он сегодня пришел, акт допуска опять не подписан. Побежал к себе. Вы где-то в Московской области? Что мы где-то в Московской области? Это ваша фирма в Московской области? В Москве. Какая разница? Он сказал, мне надо поехать, я найду. Ну хорошо, если не завтра будет, а после завтра. Если они не здоровы, то какой-то дорогой. Пусть, пусть и завтра. Ну, чтобы акт допуск был. Нет, просто так уж с меня, например, не везет, и я в такой стране... Нет, ну я все объяснила вам. Я вчера все объяснила. Я жила сегодня инженера по охране труда с актом допуском подписанным. А он его не принес. Вы видите, там достаточно большой список, в том числе и много договора стоит. Я вам сказала акт допуск, а потом постепенно, постепенно судите приносить. Абсолютно правильно. Скажите срок, это будет сделано, тогда у нас нормальный бизнес. Я для себя это планирую с понедельника по среду, вот по эти дни для... Потому что мы без этого акта допуска не выйдем на площадку. Хорошо, а акт допуск, когда подпишите, привезете? Завтра, послезавтра? Понедельник. Ну это даже не послезавтра. Я скажу понедельник, привезу в пятницу. А вы как бы должны заниматься этим? Инженер ПТОВ, начальник отдела ПТОВ. Понятно, хорошо. Главный инженер ваш подтверждает? Или вы не главный инженер? Нет. Просто вас представили в прошлый раз как главный инженер? Нет, мне, например, непонятно. Список наших сотрудников... Не, ну и список, приказы и крепления. Приказы, в том числе и в этом есть приказы, конечно. На ответственные лица тоже. Да, и список. ПТП, но за производство работы, естественно. Прорабы, начальники участка, соответственно, с ночной и дневной сменой. Хорошо. И список сотрудников, что прошли медосмотр. Один кадр. Приказы, со справки. Последний вопрос, тогда, чтобы закончить. Дмитрий и Александр. Значит, мне нужно, чтобы свой вариант плитировали играть в совмещенных работах и необходимое крановое время, соответственно. Как на МЖ, так и на МАСЕ. Потому что у нас, в принципе, это всем было известно, чтобы там не было никаких конфликтов с ситуацией. Прямо как, я имею в виду крановое время, это такое несколько, наверное. Да, это шеи, но шеи, но шеи, мне не интересуют, то есть крановое время, соответственно, бетонология, бетонасосы, обслуживания, где мы говорим. Все, о чем мы с вами говорили по эксплуатации насосов, в общем, мы бесим спектр вопросов, чтобы у нас четкое понятие, что с МЖ, и когда с МЖ, и что со строймастерами, и когда со строймастерами. Бетоноводы, у нас обслуживание остается за строймастерами? Ну, строймастерами, наверное, не будет. Во-первых, так не надо качать головой, условия стендерной документации было, что бетоновод на самом деле, мы определились, когда будет бетоновод с МЖ, и когда будет со строймастерами. Мы же не можем без бетоновод с МЖ оставить? Это вот мое понятие. Кто будет обслужив бетоновод? Ну, разберитесь, я думаю, как-то вопрос и ставлю. Честно, теоретически, хорошо, сделайте, на сколько бетоновод? Три нитки, дверь, принадлежащая виск, и одна нитка, наверное, купленная, 500 метров. Насколько я помню, бетоновод предлагал продать нам, говорит, это крайне смешные деньги. Три миллиона. Зашел, значит, три миллиона, давай ставить предложение, рассматривай, вперед, кому-то рыбает. Покупаем мы, заказчик поделили, суперамблядчик. Ну, мы можем купить, соответственно, выложить. Естественно, поскольку у нас заголовное отношение, и все это входит в стоимость единички, соответственно, там получат АМЖ и получат. А у нас в ТМЖ тоже длина вон 20. Ну, включаем, тогда наши затраты. То же самое со сференоватом. Амбонтизацию посчитать на предстоящие 9 месяцев, 8 месяцев. Или так, 7,5-8. Я правильно понял? Льет АМЖ, обслуживает бетоновод АМЖ. Нет. Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот сейчас правильно. Томасов, еще раз. Льет АМЖ, бетоновод обслуживает АМЖ. Льет цифры мастер, бетоновод обслуживает АМЖ. Единственное только, что вопросы приемки передачи после каждого цикла бетонирования, чтобы это тоже в нормальном смысле решалось, чтобы не повышалось. Кто-то будет ждать бетона, а на самом деле будет в сути бетоновода. Соответственно, монтаж бетоновода. Саша, значит, давайте, вот и здесь. Встречайте с этим. Никто сейчас не ответит. Сейчас будет два лица, два подрядчика на разных. Именно поэтому, я говорю, разведите время по бетонированию, по циклам, по сменности и по заказу бетонов. Вы сейчас говорите только о бетонировании, обслуживании бетонирования, насосы... Я только что сказал про насос, нет, не то же самое. Значит, определитесь, разберитесь, пожалуйста, нормальное включение. Насос обслуживает, ну, насос обслуживает вообще-то будет в цене, поскольку это единый комплекс, в том числе и по циклам бетонирования. Я, поскольку, насколько я чувствую, есть неуверенность некоторого, уважаемого, вы мне, пожалуйста, расшифровочку дайте договорную цену с АНЖ, чтобы вносило корректный характер. И, соответственно, я буду расшифровывать как раз с Астромастером, а, насколько я думаю, все, если там будет документация, я думаю, дай вам. Поэтому нужно очистить, решать себе договориться, чтобы никто не чувствовал себя в общем-то. Да я не сомневаюсь. Ну, что, и тем, что не можно договориться, правда? Такие вопросы. Существующие требования, которые мы нашли в прошлой неделе к клиенту, к вам, и мистер Ардашеву также получил, это возможно, чтобы добавить и закрывать контракт, пока они его подписаны и запомнили? Можно ли приложить общие требования к подрядчику, которым мы направляли на прошлой неделе и направляли господину Ардашеву также, к договору, который будет подписан с новым подрядчиком? До того, как они подпишут его. Плеза. Можно? Не, а о чем раньше меня откладывали? Он на самом деле... Нет, он отправлен, этот весь есть, и был отправлен каждому. То есть, я так понимаю, что Терна тоже претендовал на производство бетонных правилок, правильно я понимаю? Да. Терна тоже претендовал. Нет. Ну, раз отправили всем претендентам. Претендентам надо поднять. А он кто у нас? Терна кто? Терна кто? Если он просил три дня назад ему отправить документы. Нет. Имеется в виду, что будет ли он привод, мы направили вам, и будет ли это приложение в договор, который подпишет, будет подписан с новым подрядом. Будет. Можно. Окей. Нужно. Спасибо. It should be. Окей. Если Оксана согласует вот такое решение, то будет окей. Окей. Ну, конечно, окей. Окей. По охране труда последний вопрос. Сейчас просто смотрю на барыши, мне неудобно по поводу открытых проемов, которые нам тоже там, условно, сделали любезность и отправили. Саша. Указано на АМЖ, устранение в договоре. Подтверждается она? Да. Ну, тогда нам все. Окей. У меня тоже есть, можно ли? Конечно, можно. Пожалуйста, мы набили твои поэты. После сети, вы видите, порядок на монтажном горизонте. Я тут все время АМЖ, АМЖ. Ну, там у нас только осталось. Вот такая, пусть ваш председатель поднимется, наверное, я покажу. А мне предложение. Может быть, вы вместе поднимете сейчас, наверное. Вам все покажут. Будьте предметом говорить еще. А то мне ваш это завтра, завтра. Все, спасибо. Мы договорились по срокам возобновления производства работы «Монолиту Ядра» с организацией «Строймастер». Сроки все на совещании прозвучали. Они вписываются в те договоренности, которые были приняты раньше, ранее, сразу после тендера. Мало того, они вписываются в те сроки, которые мы установили сами для себя. Возобновление работы мы, правда, отправили до четвертого, но вы слышали, что сегодня срок второго. Что еще больше радует нас, как генподрядчикам. В общем, пока все, слава богу, в плановом режиме. Никаких вопросов, опасений, подозрений, таких, чтобы они были обоснованными. У нас на сегодняшний день нет. Спасибо, смотрите нашу программу. Спасибо.